В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгур Зиганшина. На улице Новосадовая от Потапова до Гастелла между трамвайной линией и частным сектором может вырасти забор. Так городские власти планируют оградить жителей от излишнего шума, а заодно и скрость облик областной столицы. Об этом говорили на совещании в мэрии. Мария Иваткина побывала на месте и даже узнала маленькие тайны, которые скрывают от посторонних глаз жители одноэтажной Самары. Улица Новосадовая одна из ключевых в Самаре. Трамвай курсирует каждую минуту. Проезжая часть задыхается от обилия машин. Власти Самары нашли выход. Рассматривается вариант установки ограждения между трамвайными путями и частным сектором. Согласно замыслу, забор призван оградить жителей от лишнего шума, а заодно скрасить облик областной столицы. Остановились мы на установке ограждения из окрашенного профилированного листа. Это может быть не самое, на мой взгляд, эстетичное решение, но зато оно дешевое. Глава города призвал коллег не гнаться за дешевизны. В этом вопросе важна эстетика. Тем более у департамента благоустройства есть опыт работы с карбонатом, прозрачным матовым материалом привлекательной наружности. Для сегодняшней Самары такие варианты мы должны забыть. Дешевое, недешево, говорят. Надо делать сразу достойно, нормально. Хватит нам уже временные решения принимать. Вопрос по установке ограждения будет еще обсуждаться и дорабатываться. Тем более в планах подготовки к чемпионату мира значится реконструкция самой Новосадовой. Мария Ваткина, Валерий Шаронин. События. Через три года в Самарской области обманутых дольщиков быть не должно. Выход из ситуации на очередном совещании искала межведомственная комиссия по проблемам долевого строительства. Некоторые муниципалитеты Самарской области вопросами дольщиков заниматься не спешат. Как отметили участники заседания, хуже всего показали себя администрации Тольятти, Сызрани, Кенеля и Волжского района. Главы этих муниципалитетов обязали до 15 июня принять необходимое решение по проблемным объектам и отчитаться о проделанной работе. Губернатор поставил задачу решить проблему в течение трех лет. На это выделяются достаточно большие финансовые ресурсы, организационные, практически везде все создано, регулярно идут совещания. Но отдачи должной, ну надо сказать, по некоторым территориям, ее просто нет. На заседании рассмотрели и ситуации с рядом проблемных объектов в Самаре. К ответу призвали застройщиков ЖК «Исторический квартал» в Ленинском районе, домов по адресам Ярошевского 1 и Радонежского 1. Комиссия рекомендовала правоохранительным органам провести проверки, а Минстрою проработать возможные варианты расторжения договоров с недобросовестными застройщиками. В областном центре обманутых дольщиков больше всего. Зато и решается вопрос самыми быстрыми темпами. Только за прошлый год было введено в эксплуатацию 26 проблемных объектов долевого строительства. Вопросы благоустройства, махинации земельными участками, капитальный ремонт общественных зданий. Рассказать о наболевшем жители Самара смогли на приеме депутата Госдумы Александра Хинштейна. Кому помогут не только словом, но и делом, расскажет Евгения Белова. Валентина Рынзина свой двор холит и лелеет. Несмотря на усилия, в последнее время назвать его благоустроенным сложно, утверждает пенсионерка. Из окон 63-го дома открывается вид на контейнерную площадку, да и та без бордюров и подъезда к ней. А недавно, после проведенных работ по устранению порыва трубы, жители лишились последних признаков цивилизации – газона и тротуара. Вот ходим, если дождь, свет по грязи, пожиже, найти невозможно. И вот сейчас, несколько дней назад, опять что-то произошло, опять все разрыли. И опять вот там написано, да, что наши контейнеры бросили опять на газон напротив 63-го дома. Просьба у Валентины Рынзиной скромная – перенести контейнерную площадку подальше от окон и благоустроить тротуар. На приеме было решено включить этот двор в городскую целевую программу «Двор, в котором мы живем». Беспокоят жильцов злополучного дома и два самовольных киоска. Суд давно постановил их снести, однако вывозить их никто не торопится. В департамент потребительского рынка позвонили прямо на приеме. Район пишет им о том, что да, выявлено два самовольных киоска, включены в реестр для последующих демонтажа при выделении департаментом потребов рынка специализированной техники. Просьба выделить? Нет, вне очереди. Всего с начала этого года депутат Госдумы принял в Самаре более 50 граждан. Проблемы половины из них уже удалось решить. Чаще всего люди жалуются на правоохранительные органы, жилищные условия или плохую работу ЖКХ. Евгения Белова, Сергей Баскин. События. Жизнь налаживается. Полтора миллиарда рублей на дорогах не валяются. Они будут вложены в их строительство. Уже завершился аварийный ямочный ремонт. Сейчас асфальтовое покрытие восстанавливают картами. Что делают в Самаре, чтобы ездить стало проще и безопаснее. В ночной дозор отправилась Анастасия Зубарева. 13 улиц Самары до конца лета обретут новый облик. Еще почти 50 дорог города отремонтируют картами. После аварийного ремонта асфальт должен выдерживать поток транспорта в течение года. Без внимания не останутся и внутриквартальные территории. В первую очередь обновят асфальт во дворах, победивших в городской программе «Двор, в котором мы живем». Прослужить новое дорожное покрытие должно не меньше пяти лет. Практика показывает, что гарантийные сроки, во-первых, соблюдаются. Подрядчики за свой счет восполняют те незначительные повреждения, которые все-таки есть. Это меньше одной сотой процента всей территории отремонтированных дорог. И гарантийный срок он в целом соблюдается. Дороги стоят очень долго. На ровной дороге свежая разметка. В этом году белые полосы на асфальт наносят по трем разным технологиям. На пешеходный переход укладывают пластик. Разделительные полосы на улицах с интенсивным движением обновляют новым спрей-пластиком. А дороги с меньшей нагрузкой традиционно расчерчивают лакокрасочным материалом с добавлением светоотражающих шариков. Обновлять такую разметку будут чаще. Средств у нас хватит для того, чтобы разметить основные магистральные улицы. В первую очередь те, где у нас проходят маршруты городского общественного пассажирского транспорта. Охватить максимальное количество очагов аварийности по итогам анализа, которые госавтоинспекция проводит. И мы постараемся максимально выполнить предписания госавтоинспекции. Весь комплекс дорожных работ должен закончиться к концу лета. В целях безопасности к началу учебного года на асфальте полностью обновят дорожную разметку. Анастасия Зубарева, Артем Соломянов. События. О безопасности на дорогах волнуются и депутаты. В ближайшее время могут ужесточить штрафы за перевозку детей до 12 лет без специального удерживающего устройства. Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В ГИБДД эту инициативу поддерживают. Многих водителей штраф в 500 рублей не пугает. Новый законопроект предполагает увеличить эту сумму до стоимости кресла. То есть до 5000 рублей. Вот эти убеждения и штрафы никак не влияют на наших граждан, на наших родителей. Хотя они должны в первую очередь задуматься, что они возят там не какой-то там товар или еще что-то. Они возят свое чадо, своих детей. И об этом не задумываются. Ездят как хотят, как попал, на передних сиденьях, не пристегиваются. Как ни старались уберечь игровые автоматы, их владельцы не смогли. Более ста электронных бандитов стоимостью свыше полумиллиона рублей разнесли в щепки. Самарские правоохранители продолжают уничтожать игровые автоматы. Все отправленные на металлолом роботы – результаты рейдов полицейских по восьми злачным заведениям Сызрани. В прошлом году их владельцев оштрафовали на сумму от трех до тридцати тысяч рублей. В отношении двоих заведены уголовные дела. Полицейские отчитываются, незаконных игровых заведений в Самарской области становится все меньше. Доскоп игровых клубов в настоящее время очень сложный. Как таковых открытых клубов сейчас нет. Клубы посещают постоянные клиенты, заходят в клубы по номеру телефона, по звонкам. То есть открытых никто не работает. В настоящее время число игровых клубов значительно в разы уменьшилось. Как на территории Сыдорина, так и на территории других городов. Садоводство вне закона. С полей огородов жители губерния за 9 лет наркополицейские собрали более тонны наркотиков. Около 300 килограммов героина и 700 килограммов марихуаны. Таковы результаты ежегодной операции МАК. С наступлением дачного сезона сотрудники управления наркоконтроля тоже отправляются в поля. С мая по октябрь большинство наркозависимых и производителей наркотиков выращивают так называемый натурпродукт – МАК и коноплю. В 2012 году наркополицейские выявили почти 300 плантаций дикорастущей конопли на площади более 100 гектаров. В последнее время после перестройки очень много получилось заброшенных земель, когда колхозы, совхозы были ликвидированы. И как раз на этих площадях, где были коровники, свинарники, начала произрастать конопля. Создаются мобильные группы из сотрудников милиции, в основном ГАИ, наших сотрудников, которые объезжают поля. К операции привлекут все силовые структуры – МВД, ФСБ, таможню, авиацию, даже Министерство сельского хозяйства. Проверят и дачников. На многих участках запрещенная трава растет бесконтрольно, зачастую хозяева не придают ей особого значения. В 2012 году 50 незадачливым дачникам были вынесены предписание уничтожить траву. В случае неисполнения предусмотрен штраф до 2000 рублей. Административная ответственность наступает при выращивании наркотиков растений, что касается конопли, растений конопля до 20 кустов. От 20 кустов и выше – это уже уголовная ответственность. За намеренное выращивание конопли можно и в тюрьме оказаться. В 2012 году было возбуждено три таких уголовных дела. Несмотря на маковый запрет, всеми любимые булочки с маком останутся в законе. Чтобы сохранить лакомство на прилавках, производители и селекционеры идут на все, чтобы свести к минимуму содержание конопли в кулинарном продукте. Тех, кто обладает информацией о месте незаконного выращивания конопли или мака, полиция просит обращаться по телефонам доверия. Евгения Белова, Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События. Готовы к общению и прокуроры, в день своего профессионального праздника они распахнули двери своего музея. Дорогие их сердцам экспонаты вместе со школьниками рассматривала Валерия Квасневская. Портативную пишущую машинку заменил современный планшет. Ежедневники – электронные записные книжки. Неизменно только белые нитки, которым подшивают дела. Все предметы, представленные в музее, – личные вещи сотрудников или интересные вещественные доказательства. Работники прокуратуры говорят, в этом музее хранится значительная часть их жизни. Музей для нас, знаете, внутренний, для меня, он как храм нашей системы прокуратуры, или в частности прокуратуры Самарской области. Мы просто любим это место. Это наше место. Мы прожили здесь всю жизнь. Любопытных экспонатов здесь немало, но задача организаторов музея – прежде всего рассказать о людях, которые работали и сейчас продолжают работать в прокуратуре Самарской области. Они ветераны. Прокурор отделов, там, заместители и все. У них совсем другой материал. Они, во-первых, очень простые. К ним не страстно подойти и спросить. Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник дважды – 12 января – День Российской прокуратуры, а 20 мая – Советской. А в праздник, как известно, принято встречать гостей. Двери музея распахнулись для самарских школьников. Нам очень понравилось. Именно здесь мы смогли понять, что такое любить свою профессию по-настоящему, что значит быть прокурором, познакомились с богатой историей нашей прокуратуры. Мне очень понравилось. Официально в этом году Российской прокуратуре исполняется 91 год. Но создатели музея так увлеченные и ответственно собирали экспонаты и изучали историю надзорного ведомства, что засомневались в дате ее возникновения. Прокуратура Самарской области была открыта 1 января 1851 года. То есть день рождения прокуратуры Самарской губернии, если добавить это, к 1 января 13 дней, 14 января 1851 года. То есть с открытием губернии открылась и прокуратура. Посетить музей работников прокуратуры может любой желающий по предварительной записи. Валерия Квасневская, Валерий Шаронин. События. Выпускникам, оставшимся без попечения родителей, вручили денежные сертификаты. Детям-сиротам по окончании школы выплачивают пособия уже пятый год подряд. Особо отличившихся наградили подарками и грамотами. Поощрил отличников заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. Каждый из этих шестерых выпускников особенный. Здесь золотые и серебряные медалисты, спортсмены и активные участники школьной жизни. Анастасия Бирюкова с особой страстью изучает иностранные языки. Английский в школе и еще несколько самостоятельно. Говорит, для учебы всегда находит время. У меня все-таки бабушка как-то с самого-самого детства, с самых малых лет она меня приучала учиться. Это изначально было чтение, это изначально были какие-то там простые вычисления. А потом, когда усложнялась уже школьная программа, я уже привыкла к тому, что надо учиться. Когда дети, проживающие в семьях, имеющие маму, папу, два комплекта бабушек и дедушек, еле-еле вытягивают обучение, какой-как кончать школу. Посмотрите на этих ребят. Молодцы. Подарки и сертификаты выпускникам, благодарственные письма их попечителям. В этом году денежные пособия в честь окончания школы получили 47 школьников. Программа реализуется с 2009 года. За это время поощрили более 250 ребят. Вы именно здесь живете, здесь, я надеюсь, будете учиться. И в конечном счете, благодаря вот такому отношению к учебе, к труду, вы, конечно, будете прославлять наш город. Для нас это является очень-очень важным. Теперь перед ребятами стоит выбор, кем стать. Впрочем, некоторые из них с выбором профессии уже определились. А пока впереди последние экзамены в школе и выпускной. Евгения Белова, Сергей Баскин. События. На каникулах развеяться можно в музее Миниалабина. Там открылась уникальная выставка Анатолия Коненко. Правда, увидеть ее можно только в лопу или под микроскопом. Работы невелики. Более 30 лет автор занимается искусством, миниатюрой. Начал с гравировки на рисовом и маковом зернах, а потом освоил даже человеческий волос. Наибольшим успехом у посетителей пользуются караван верблюдов, самые маленькие в мире валенки и необычные книги. Когда, можно сказать, такое гравирование было полностью им освоено, он решил изготавливать, пробовать изготавливать микро и мини книги. Это отдельное большое направление, в котором он работает. И в 97 году была изготовлена самая маленькая книга в мире. В 2002 году эту самую книгу занесли в книгу рекордов Гиннесса. Вниманию зрителей на выставке представлено более 200 миниатюр. И платы за любование шедеврами тоже миниатюрные. Экспозиция будет работать до конца лета. Моду на модерн решили возродить в знаменитом Самарском доме семьи купцов Курлиных. Экскурсии, акции, посвященные отдельным архитектурным памятникам эпохи и даже путеводитель по модерну Самары. Глобальный проект открыла выставка современных художников. Модерн в квадрате или постмодерн дословно? Что получается, когда мысли об искусстве сами становятся предметом творчества? Графика, фото, видео, музыка, живопись и даже уже прочно засевшие в сознании современного человека 3D. Девять художников Самары своими думами вслух поделились с публикой. Для меня это какая-то жидкость, образ жидкости какой-то. И поэтому то, что находится в стенах этого здания, эта жидкость, этот модерн, он вообще в истории был, и он, говорят, что он ушел. Но модерн не ушел, он просто спрятался в эти стены. Этот взгляд не со стороны, это вкус художника. Музей модерна уверен, именно так и надо заинтересовывать современников культуры недавнего прошлого. Для людей, которые не просто обывателя, для тех, которые все-таки чувствуют некий художественный язык, что для них это сейчас. Или это очень архаично, или они чувствуют это близко к себе. И вот эта выставка, здесь девять авторов, мне кажется, она получилась очень разноплановая, очень интересная по своим техникам, формам подачи. Вариации на тему модерн будут выставлены в доме Курлиных до 19 июня. Уже в 20-х числах первого месяца лета музей планирует открыть серию экскурсий по местам модерна в городе. Время модерна еще не прошло, он всего лишь приобрел новые формы. Теперь о вечном искусстве говорят в 3D. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События. Насколько увеличится инфляция, бывают ли честные миллионы и думает ли молодежь о пенсии? Новости экономики смотрите далее. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргиз круглосуточно. На экранах своих смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова